Убивали и бросали туристов. Местных деревенских пацанов, которые хотят молодую плоть. Короче, тяжело мне с тобой ехать. Все, сейчас чуть-чуть проедем. Хорошее начало дня, плюс к тому, что попили кофе, нас еще угостили чаем. По два стаканчика чая мы выпили. Вот, едем, едем. Что, груза? Что, груза? Угу. Груза. М�원. В общем, старичок, который нас везет, попросил его не снимать, что-то едем, и что-то он залечивает девочки, вот. Сейчас выйдем, узнаю, что, но мне что-то кажется не очень хорошее, не знаю, почему-то прям у меня такие подозрения. Так, ну все, мы приехали. Сейчас не знаю, что говорил, мужичок. Смотрите, какой потрясающий вид. Что он говорил? Адам. Транслейт. Смотрите, она ходит, я вчера говорил уже просто с одной лямкой. Вот мадемуазель. Очень нравится. You? You? Yeah? Угу. Офигеть. Просто до этого, когда мы сидели и пили чай, она рассказала про вчерашнего водителя, который ее там хотел взять за руку, и после этого он нас высадил от том месте, в котором мы ночевали. Такие, о, какой он плохой человек. И сейчас вот всю дорогу я просто чувствовал, как он клеится, короче. Ну, пипец. Ну... Анталию я вернусь. Давай я тебя отвезу обратно в Анталию. Аааа. Ну охренеть вообще. Короче, тяжело мне с тобой ехать. Я слушаю, что вы старые. Адамим. 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 Адамым. Ааа. Окей. Окей. Старичок нас провез, оказывается, не пять километров, а пятьдесят километров. Я чуть не понял. И впереди первый город крупный. Это город Конья. И после него нам, в принципе, нужно уходить чуть правее, чтобы попасть к Аппадокию. Но сегодня я разглядывал карту и решил, что есть еще одно красивое место. Озеро Тус называется. И нам нужно чуть левее, конечно, сделаем небольшой круг, но зато попадем в красивое место. Такие места есть в Боливии, если не ошибаюсь. Короче, такие мелкие озера, по которым ходишь. И, в общем, сами скоро все увидите. И я тоже скоро это увижу. Поэтому продолжаем стопить, греться на солнышке, потому что ночь будет снова, думаю, лютая. Будет еще холоднее, чем сегодня. Смотрел прогноз. Сегодня у нас был ноль, будет где-то уже, наверное, минус два. Будем выживать. Да? Да. Сейчас у нее еще вон вторая началась рваться лямка. Смотрим. Здравствуйте. 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 Знаешь, как вон там? Здравствуйте. Вообще по кайфу. Водитель сказал, что там есть какая-то гробница. Ну, значит, увидим еще гробницу. Посмотрим, полазим в зависимости от того, в какое время мы туда приедем. Сейчас уже обед. Ну, заночуем точно на озере. Я так и планировал сегодня утром уже. Распланировал, перепланировал. Вот, да. И завтра будем... Завтра выдвинемся дальше, к шарам. Сегодня будет насыщенный, красивый, интересный день. Следите. Пишите свои комментарии. Как вам вообще все это путешествие? О, смотрите. Фура везет яхту. Субтитры создавал DimaTorzok Заехали в город Конье. Достаточно большой, крупный город. Я изначально хотел по объездной объехать его, но водитель уже свернул в город. Я подумал, ну ладно, на автобусе выйдем. Доедем до аэропорта. Как раз таки аэропорт находится возле той дороги, которая нам нужна, чтобы поехать на озеро Туз. Но, как я понимаю, сейчас он нас довезет до того места, докуда нам нужно. И там мы продолжим автостоп. В этом городе задерживаться не будем, хотя такой интересный, клевенький город. Вот можно было бы прогуляться. Но времени хочется тратить из-за холодов. Чем меньше мы ночевок проведем на улице, тем будет лучше для нашего здоровья. А в Каппадокии уже можно будет просто заселиться в хостел, там отдохнуть, согреться, зарядиться. Мы вспомнили, что нам нужно зашить рюкзак. Я подумал, мы выходим, а оказывается, мы сейчас зашим рюкзак. Думал, что мы здесь выходим, чтобы зашить рюкзак. Оказывается, я оставил свой рюкзак, сейчас зашьем и поедем дальше. Блин, вообще хороший парень попался, что с нами сейчас проводится, потратит свое время. Он фотограф. Фотографы все клевые ребята вообще, мне кажется. Ну все, новенький рюкзачок, можно прям путешествовать дальше. Отдала она 50 рублей. How much? 50 рублей, 5 лир, да. Движуха в городе. Здесь прохладно, слушайте, обед. Прохладно, прям смотрите, люди в куртках все. Едем дальше. Вышли только из машины, уже подошел парень, просит денег, показывает обувь, что вот такая у него обувь. У меня есть только мани, мани. Много слышал, что чем ближе подъезжаешь, ну не чем ближе подъезжаешь, короче, много хитрецов встречаются. Вот один парень мне рассказывал, это было на границе с Сирией, в городе Адам вроде, что там мужчина просто сидит и ест из мусорки, но ему объяснили, типа это мусор заранее подготовленный, он специально его ест, чтобы ему давали деньги. Поэтому вот так, наверное, парень ходит просто с этим дрявым ботинком и просит у всех деньги. Вот это как раз-таки быстрее мне хотелось увидеть. Уехали, в принципе, недалеко от Анталии и уже сразу же такая прям разительная, такое разительное отличие в плане вот девушек, что девушки уже практически все закрытые, половина, наверное, ну не знаю, многие немногие, но вот половина, мне кажется, точно уже ходит, носит бурки, то есть у них видно только одни глаза, когда мало девушек в какой-то такой европейской одежде, в основном все в классической мусульманской одежде. Мы сейчас хотим найти место какое-нибудь, перекусить и выдвигаться дальше. Ремонт. Тадилат. Ремонт. Мечеть ремонтируется. Куда-то она меня ведет, я не понимаю, куда. Телефон. Телефон. А? Телефон, не выбирай, куда? Я подозреваю, что мы идем к гробнице, к той, наверное, к которой он говорил. Я подумал то, что она на озере, а возможно, она здесь. Конья. Ну вот, мы зашли на территорию мечети, которая ремонтируется с обратной стороны. Много кто сюда идет. Такое историческое место какое-то, наверное. Как всегда, конечно же, я не знаю историю никакую. Просто Зульфио меня везде тащит, и я не успеваю ничего посмотреть, а как бы, ну окей, давай, куда ты будешь меня везти. Давай. Давай, давай. Сейчас будем заходить вот сюда. Галош. Галош? Да. Бахилы. Бахилы. Галош. Галош. Собрались люди посмотреть на меня, как я одеваю галоши. Да, галош. Как вам нравится? Да, так же. Да, так же. Да. Здесь стоит много вот таких гробоподобных ящиков, и на каждом вот эти вот шапки, как видели, у Али Бабы, какие-то намотанные штуки. И с этой стороны тоже. Люди стоят, молятся возле них. Нифига, смотрите, какие года. 1283-й, 1338-й, 72-й, 320-й. В общем, 200-е года. 13-й век. Смотрите, сколько всякой старины здесь. 1268-й год. Письмена, книги. Шкатулочка. С драгоценностями. Одежды. Старинные. Просто ужас, представляете? Тоже 13-й век. Огромные книги вот такие. И непонятные. То есть здесь просто письмена, и вот такое вот оформление. Просто решили сделать красивое. Ну, книга, вот смотрите, обычный размер книги. Книга для великанов. Я не знаю, зачем она такая большая. Все очень крупно написано. Ну, наверное, тоже для стариков, чтобы было видно. Ну, это вообще 9-й век. Деньги. Типа мини, да? Мини-каран такой, с собой носить. Это музей. В Лиямы. Вроде так называется. Вот самый большой гроб. Все нагулялись. Клевая атмосфера здесь. Такая музычка играет. Всякие исторические вещицы. Клево здесь находиться. Ну, интересно, по крайней мере, это точно. Вот, по поводу клево. Ну, клево, потому что интересно. Да, сейчас выходим. Блин, ну, супер. Супер. Смотрите, какие двери такие. Резные. Толстенные двери. Фух. И сразу совсем уже другое настроение. Галошь. Галошь. Зульфия решила взять вот эти штучки. How much? 2 лиро. 1 лиро? 10 рублей. Вы у нас на курортах найдете за 10 рублей вот такую статуэточку? Ну, много сувениров. И все это как раз напротив вот этой мечети, в которой мы были. Ищем место, в котором поесть. Зашли мы туда в кафе. Там все очень дорого. Суп по 200 рублей. В общем, купили нас еще. Угощают всякими штучками. И вот эти штучки еще угощают. Сейчас пока найдем кафе. Может быть, уже не надо будет есть. Нашли заведение. Заказали пиде. Экле-кмек. 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 Вот. Здесь мясо. Дали салатик. Ну, салатик, как и везде, я уже говорил, бесплатный. И взяли еще айран. Вот это стоит 16 лир. 160 где-то 150 рублей. Ну, самое дешевое, что смогли здесь найти. Сейчас поедим. И самый прикол в том, что водитель, который нас вез, который привез в этот город, он оставил свой номер и сказал, что в принципе озеро, куда вы направляетесь, не так-то и далеко. И я могу вас подкинуть. Поэтому через 10 минут он подъезжает. Мы едим и отправляемся дальше. Приятного аппетита, кто сейчас ест. Ну, все, мы прям летаем, поели. Ох, как же мы хотели есть, как мы были голодны. Время уже 3 часа, я вот даже не смотрел на часы. И подъехал наш друг. Эмре. Сейчас заберет нас. Ну вот и все, ненадолго расстались, а мы выходили. Я уже там до свидания, до свидания. Оказывается, видите, он номер дал, сказал то, что, ну, в принципе, недалеко я вас подкину. Фух, как круто. Как всегда это бывает в тех местах, где есть языковой барьер, произошло недопонимание. Эмре подкинул нас до аэропорта, и отсюда уже дорога идет 100 километров. Нам нужно еще проехать. Солнце уже садится. Ну, 100 километров вообще пофигне. Сейчас быстро остановим. Тем более Зульфио. Вот, она поможет. Быстро доберемся. Нужен магазин, купить специи для макарошек. И все хорошо, в принципе, в остальном. Все, стопим. Зульфио не может пропустить ни одну собаку. Здесь есть собаки. И все с ними общаются. И собаки ее любят. И вот собаки тоже у нее на ухе висит. Что это висит, я не знаю. Ну, в общем, короче, все бродячие собаки помечены. Смотрите, какие упитанные, здоровые. Ну, все, она теперь не отстанет. Смотрите, какие упитанные собаки. Здравствуйте. Автостоп, окей? Да. Спасибо. Большое спасибо. Я Русский. Я Русский. Я Русский. Я Русский. Я Русский. Я Русский. Довольно. Довольно. Извините. Снова ничего не понимаю, им не роман. Что-то какие-то эмоциональные разговоры непонятные. Я начинаю пугаться, что происходит. Может что-то нельзя. Но сейчас что-то полиция. Полиция. Другой день полиция остановила, машине было три женщины, мужчину не знаю, другой мужчина сделал Другая женщина, 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 женщина Все над нами смеются, как мы общаемся, но мы понимаем друг друга вообще с полуслова Не всегда, конечно Вот он сейчас рассказывал эту историю, он спас Когда ехали автостопом с другом в родной город на обочине пахло, убивали и бросали туристов Ура, городов там очень красивый Когда? Клавье 18 Евгения Туркия, как? Ааа, е, чок гюзел. Субтитры сделал DimaTorzok Уже очень холодно. Время шестой час. И попробуем, может быть, найти какую-нибудь комнату снять. Если есть что-то дешёвое в наличии, то попробуем заселиться. Если нет, то нет. Потому что нам ещё нужно 17 километров вперёд. И пока мы, я думаю, доберёмся, уже станет темно. Поэтому, ну не знаю, в общем, по ходу будем решать, как всегда. Никакого плана нет. Погнали. Небольшая деревушка. Прямо вон уже поле видно за этими домами. Ну и с другой стороны тоже, может, пару улочек есть. Не думаю, что нам здесь удастся найти какой-то номер. Ну, тем более дешёвый номер. Обычно в таких местах всё дорогое. Вот в мечеть, если забуриться, как я это делал в Индонезии, много раз ночевали. Как бы никаких проблем не возникало. Ой, как я не хочу мёрзнуть. Вспоминая последнюю ночь, было ужасно холодно. Или у местных попроситься. Даже вот не знаю. Потрёпанная деревушка. При том, что одно, наверное, из самых туристических мест здесь. Вот это озеро Туз. Ну, хороший асфальт, да. Жилище, да, обычная деревня. Не нарваться бы на местных деревенских пацанов, которые хотят молодую плоть. Почти на всех крышах, смотрите, стоят солнечные батареи. Вон уже топится камин, печка. Солнечные батареи. Ещё баки с водой, бывает, стоят для того, чтобы принимать душ. Ну, куда бы нам забуриться, даже не знаю. Недавно говорил про разнообразие дорожных знаков. Так вот, пешеход... Ну, осторожно, дети. Смотрите, какой с рюкзачками девочка и мальчик. Сколько же много разных знаков. Интересно прям. Стой, стой, говорит. Пьяный мужик. А, время спрашивает. Всегда время спрашивают, если хотят сейчас докопаться. Видео. Я не знаю, что это такое. Не знаю, что это такое. Андрей говорит, что они не пъем во время посещают. Видео. Какая-то денег нет. Сколько ничего нет? Мир, мир... Мир, мир. Мир, мир, мир. Мир, мир. Клир! Ночуем в палатке. Остановился нам дядечка. Подкинет 15 километров нас до озера. Там остановимся. Сейчас только врубился. Мы уже в несколько машин залазим. Я говорю, мираба, что, ну, здравствуйте, на турецком. И все на меня сразу так тык смотрят. И сейчас я тоже сказал, мираба, он сразу в зеркало на меня, как на дикаря на какого-то посмотрел. И, оказывается, здесь надо говорить салам алейкум. Буду знать. Теперь буду так говорить. Зульфия, как всегда, трещит. Ее вообще не остановить. 10 километров до Арси. Ага. 10 километров. Тичер хам. Эритмен Эве. А. Салим. Утарим. 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 Провезет нас 10 километров, типа, а дальше можем пойти пешком. Но у него есть родительский дом, как я понял сейчас. Типа, там можно узнать, может быть, мы сможем остановиться. Но, конечно, нужно будет заплатить обязательно. Ну, сейчас посмотрим, что почем вообще. Поехали. Поехали. Ага. Конечно. Спасибо. Водитель дал номер какой-то. Спасибо. Что это? Утарим. Ааа. Пошли спросим, сколько стоит. здесь кто-нибудь есть может мы так можем остаться спать здесь несквилина 3 зюльфиа зюльфиа Может быть, мы можем спеть здесь? Здесь? Масжид? Масжид? Здесь? Мы можем спеть? Да Я не муслим Вот такая у нас комната для молитвы Электрич ваш Здесь лежит чей-то уже ховер для намаза Электриквар у нас Электричество есть Можем заряжаться Но меня очень волнует то, что Можно ли мне здесь находиться И можно ли нам здесь находиться вообще Очень-очень непонятно Просто зашли в подъезд В какую-то комнату Непонятно Блин Что там? Баян Баян? Баян намаз Вумен? А, для женщин комната Вентилятор, все дела Блин Если, короче, здесь Нельзя находиться Капала Здесь капала? Капала В общем, мы нашли еще розетки Затащили все вещи сюда Растелим Да вообще-то здесь коврики не надо Я так буду спать Вообще это лучше, чем мой коврик Палас прям толстенный Мягкий Зульфия Вот здесь Сигара очень много Смокин Сигара Слеп, окей Туалет Оставили вещи Вышли Не то что прогуляться по улице Вышли, короче, найти туалет Ну и не сидеть же нам в комнате Там вообще так тепло Я просто в восторге Зульфия говорит И мы потратили ноль лир О, пара за рта идет Холодно уже Посмотрел температуру Минус один будет ночью Сейчас найдем туалет Возьмем что-нибудь перекусить Потому что не будем мы там на газе На газу готовить Возьмем что-нибудь перекусим И мы пойдем Надо быстрее куда идти Потому что я переживаю, что Закроется вот это помещение Оно какое-то административное Офисное Непонятно в общем что это Но там стоит камера Я переживаю, что оно закроется Мы останемся на улице вообще без вещей Или кто-нибудь туда сейчас придет И пошарится в сумках А в сумках есть вообще что взять Это точно Нашли туалет Нас угостили кофем Вот идем обратно Бурдан Бурдан это вперед Нужно как-то не особо заметно зайти сейчас Все-таки чуть волнуюсь Я не знаю Что здесь за люди Ага Месседжение Нет проблем Да? Ты спросила? Адам и Сорду? Блин, она сказала пацанам, что мы здесь Не очень хорошо Адам и Сорду Адам и Сорду Адам и Сорду Адам и Сорду